О том, что разработан проект соглашения о межведомственном сотрудничестве МВД Абхазии и Росгвардии, стало известно в пятницу 9 февраля. Пресс-служба МВД сообщила, что проект соглашения направлен на установление обмена опытом по актуальным направлениям взаимодействия, подготовке кадров на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учебно-методических сборов и тренировок, а также на развитие информационных технологий и обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка. Вскоре в абхазских оппозиционных телеграм-каналах появился полный текст документа, из которого следовало, что сотрудничество будет осуществляться также в сфере охраны общественного порядка, борьбы с терроризмом, контроля в области оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц и многое другое. С заявлениями начали выступать абхазские политические деятели. Лидер Аруа Тимур Гуля призвал Роберта Киут отказаться от самой мысли подписания такого документа и счел соглашение о потере суверенитета. Даур Курмазия подчеркнул, что едва ли Росгвардия рассчитывает на поддержку абхазского МВД, а значит соглашение направлено на реализацию статей на территории Абхазии. Вооруженная защита, в том числе имущество новых хозяев страны от народа, создание условий для проведения любых нужных этим людям законов, пресечения инакомыслия, заключил Курмазия. Лидеры Республиканской общественной организации Айтглара заявили, что находят соглашение ярким и убедительным доказательством личной заинтересованности руководства страны в лишении Абхазии государственной независимости и суверенитета. По их мнению, соглашение – это ширма, призванная прикрыть откровенное желание руководства оперативных служб Абхазии отбиться от гнева народа силовиками из России. Звучали также заявления, что президент и министр внутренних дел должны подать в отставку. Вечером 10 февраля появился первый комментарий Роберта Киут, связанный с соглашением. Его опубликовала пресс-служба МВД. Восемь прошлого года делегация Министерства внутренних дел посетила пребывы Госглавию, где мы имели возможность увидеть конкретно, чем занимается данная служба. И, соответственно, нам было принято решение по отдельным направлениям МВД и с ними организовать взаимодействие. Так как сегодня МВД некоторым направлением, они и на, так скажем, безрешительная система, и многие другие направления, они сконцентрированы. И у нас все внутри МВД. Но в Российской Федерации эти функции разделены между МВД и Госглавией. Счетом этого, у нас появилась необходимость получения опыта в этом направлении и проработка отдельных, так скажем, вопросов по нашему сотрудничеству в дальнейшем. Так как ранее с этой организацией в Абхазии никто, в принципе, не работал. Мы считаем, что это очень важное событие, которое должно быть, так как Росглавия, она очень сильная, мощная организация в Российской Федерации и готова с нами поделиться своим опытом, уже наработанным опытом. Согласно предварительным договоренностям, мы решили подготовить проект соглашения, типовой проект, практически он получается. Но в этом проекте ни в коей мере не усматривается физическое присутствие сотрудников Росглавии на территории Республики Абхазия, либо их вмешательство в внутрополитическую деятельность и все остальное. Главная наша цель, которая заложена в этом проекте, это обмен опытом, получение знаний. Менее чем через сутки вышло еще одно уже текстовое заявление Роберта Киут. В нем он заявляет, что проект, обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию. «Мы разделяем все переживания и беспокойства наших граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан», заявил Киут, отметив, что Республика Абхазия – суверенное независимое государство, и именно этот статус охраняется 30 лет. Следом в инфополе появился комментарий Абхазского народного движения. В нем говорилось о том, что накануне ночью состоялась встреча с руководством силовых структур по поводу соглашения с Росгвардией. В ней приняли участие лидеры НД «Атгур Арденба», депутаты Кангварча и Эрик Раштуни, общественные деятели Михаил Сангуля, Леонид Чамагуа и Илья Гуния. Силовиков представляли сам Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, подполковник милиции Дадын Чичхаля. Состоялся конструктивный диалог, где представители общественности донесли до руководства МВД обеспокоенность, связанную с указанным соглашением. Хотим отметить, что руководители силовых структур выразили полную солидарность в части риска, вытекающих из документа, и высказали мнение о том, что он не подлежит подписанию, отмечается в тексте АНД. Во избежание подобных ситуаций в будущем АНД обратились к парламенту принять необходимые поправки в закон о международных договорах Республики Абхазия, предусматривающие предварительное согласование с Народным собранием всех проектов соглашений, в том числе и межведомственных, до их подписания.